Блок питания Antec HCG520M позиционируется производителем как решение для игровой системы среднего уровня, что вполне увязывается с мощностью 520 Вт. При этом конструкция имеет несколько интересных особенностей. Во-первых, подчеркнуто показательно, в комплект поставки входит только один кабель для подключения видеокарт с двумя разъемами. Во-вторых, используется непривычно большой вентилятор охлаждения для такой мощности. Внутри блок питания реализован достаточно качественно в плане монтажа и уровня компонентов. Но сама схемотехника не кажется передовой, так как используется групповая стабилизация напряжения с выпрямлением при помощи диода. Электролитические конденсаторы представлены маркой Rubicon, поэтому нет никаких сомнений в долговечности. Отдельно можно отметить уже упомянутый вентилятор ADDA ADN 512MB-A90 с полноценным шариковым подшипником вместо более дешевой втулки. Этот факт, опять же, увеличивает теоретическое время работы без появления неприятностей. По 5 и 12 вольтовым линиям хорошо видны огрехи групповой стабилизации в режиме максимальных перекосов нагрузок. Однако в реальном компьютере эти области оказываются невостребованными, а в рабочих частях никаких проблем не наблюдается. В итоге можно констатировать полное соответствие требованиям стандартам ATX, что гарантирует нормальную работу оборудование. При этом все обозначенные токи Antec HCG520M выдает без проблем. Эффективность преобразования оказывается не слишком впечатляющей, что вяжется с типовыми показателями диодного выпрямителя. В пике она достигает 87%. Но даже так использование огромного 135-мм вентилятора кажется нам излишним. До 300 Вт его лопасти вращаются практически с постоянной скоростью на уровне чуть ниже 800 оборотов в минуту. Температура при этом медленно растет с увеличением потребления. После 300 Вт начинается линейный рост, и на номинальной мощности обороты достигают 1900 в минуту. А воздушный поток оказывается настолько интенсивным, что в диапазоне 300-520 Вт прирост температуры практически незаметен. Отсюда следует, что разработчики вполне могли уменьшить производительность кулера, но, вероятно, не сделали это ввиду повышения надежности устройства. В итоге можно сказать, что Antec HCG520M является достаточно хорошим блоком питания. Очевидно, что, установив производительный кулер с полноценным подшипником и использовав качественную элементную базу, разработчики позаботились о надежности источника, а его нагрузочная способность не вызывает никаких мереканий. Но все же схемотехника используется явно не передовая, эффективность преобразования средняя, а шум после 300 Вт становится хорошо заметным. Ввиду этого стоимость около 100 долларов можно считать несколько завышенной.